Привет дорогие друзья! Вы наверное заметили, что на этой неделе я не успел выложить ни одного своего нового видео Хотя я и стараюсь поддерживать периодичности два штуки в неделю Но перед новым годом накопилось много дел и поэтому я не успеваю снять ничего нового Хотя и игры у меня имеются Поэтому я решил снять небольшое видео, которое будет посвящено планам А точнее играм, на которые я буду снимать видео обзоры, правила и летсплеи начиная с января месяца Собственно давайте к этим играм и перейдем Наконец-то добралась до меня, или точнее сказать я добрался до игры Pandemic Reign of Cthulhu Zeman Games у нас перенесли пандемию в мифы Говарда Лавкрафта Что из этого получилось, интересно знать самому На Boom Starter я поддерживал проект фонарики Выбирал пакет Трио и поэтому вознаграждение получил фонарики, китайскую шкатулку и пэтчворк С пэтчворком я наверное безнадежно отстал Потому что в сети уже есть много и видео, и обзоров, и летсплеев на данную игру Но если вы хотите, чтобы я снял видео, напишите пожалуйста в комментариях И я обязательно вернусь к пэтчворку Фонарики, как вы видите они у меня еще даже закрыты Я находился в командировке, буквально пару дней назад вернулся Поэтому старт самой игры я пропустил, чтобы снять вовремя распаковку, правила Но я обязательно, обязательно сниму сами правила и постараюсь снять летсплей Китайская шкатулка, а внутри коробочки вы найдете такие вот квадратные жетоны И собственно все Ее я успел опробовать, и мне хочется ее сравнить с классическими играми Как шахматы, манкала, гоу То есть с виду она очень простая и легкая Но глубины ей не занимать Издательство Hobby World выпустило новую настольную семейную игру Которую называется Домик И мне кажется это очень хорошая и замечательная игра Хотя я в нее не играл И если честно даже с правилами не успел ознакомиться Но просто глядя на нее Мне прям вот сильно хочется в нее сесть и играть Поэтому надеюсь, что игра будет просто замечательной Не обойду стороной я и тех, кто любит манчкина Меня ждет своего часа настольная игра Которая называется Манчкин Квест А также мы посмотрим с вами на игру Замес Манчкин Посмотрим, что получилось у нас При скрещивании двух вселенных Механики замеса и героев Манчкина Надеюсь, будет весело и интересно Также я продолжу путешествие по играм серии Каркасон Посмотрим на Каркасон Южные моря Что они дают у нас нового к базовой механике Каркасона И вообще, насколько они привлекательно у нас выглядят Потому что играются они, я уверен, так же замечательно Как и любой другой Каркасон Также у меня имеется вот такая вот коробочка Внутри которой притаилась настольная игра War Thunder Asada Она в свою очередь у нас берет механику от Манчкина Asada Которая в свою очередь берет механику от, если мне не изменяет память, Castle Panic В общем, механика одна Но мы с вами посмотрим, как это все выглядит и играется Если мы перенесемся во Вторую мировую войну Напоследок хочется сказать еще о двух играх В январе у нас стартует продажа пятого дополнения к игре Знак Древних Оно называется Omens of the Deep Я его обязательно приобрету Но пока оно дойдет из Америки Пока я с ним ознакомлюсь, наверное, наступит уже февраль И второе Это второй набор карточных войн по мультсериалу Время приключений Он у нас только вышел И пока разойдется по городам Пройдут уже и новогодние праздники Планы имеются, но нет пока возможностей Всем спасибо за просмотр Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok